Вот эту вот идею зритель подкинул, ну блин, как же он прав, вот смотрите, да, Володин, председатель Государственной Думы, вчера сообщил, что с законопроектами об обязательных QR-кодах они пока спешить не собираются, поэтому проект закона они направили в регионы после того, как получили тысячи, сотни тысяч писем от граждан страны, вот отправили в регионы на обсуждение, там губернаторы, местные загсобрания, местные правительства должны будут провести какие-то, слушания, посоветоваться с общественностью и бла-бла-бла, и только после этого, когда все будут услышаны, когда все замечания будут учтены, значит законопроект вернется в Москву и будет рассматриваться в качестве возможного закона, то есть закона еще нет, и об этом сказал председатель Государственной Думы. А QR-коды, тем не менее, уже действуют по всей стране, не мне вам рассказывать, на входе в торговые центры у вас их спрашивают, я вот тут на днях в парикмахерскую не мог зайти, кафе, рестораны, кинотеатры и бла-бла-бла, объясните мне тупому, как такое может быть? Закона нет, повторюсь, и об этом сказал главный законотворец страны Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, но оно уже как-то действует. Что за ее корнебабай? Слушайте, наш президент это просто удивительный человек, я с него в последнее время умиляюсь, ну такой слабный, ну такой зайчик, прям источает детскую наивность. На днях опять выдал рост экономики России, по итогам текущего года составит почти 5%, перед выборами лопотал, мол, все, спад закончился, начался подъем, растем, короче, как бамбук, нет, я все понимаю. Владимир Владимирович давно живет в своем иллюзорном мире носа, из бункера не высовывает. Цифры, которые озвучивает, это цифры из отчетов, не имеющих к действительности никакого отношения, плюс возраст, видимо, начинаются отклонения, вызванные общим истощением, в том числе истощением психики. Но политтехнологи-то царские куда смотрят? Они же из деда откровенное посмешище делают, не спорю, любой человек может ошибаться, и даже заблуждаться, но этот откровенную околесицу ведь городит. Мне вот после таких его заявлений просто закричать хочется, да ты что, че ты побери такое несешь? Какой заяц, какой орел, какая блоха! Сейчас остановимся на этой истории чуточку подробнее. Начинаем! Для тех, кто с экономикой на вы, давайте проведу урок из серии для самых маленьких. Итак, ребят, мы живем в условиях кризиса с конца 19-го, напомню. Тогда нефть резко обрушилась в цене, а мы сырьевое государство, продажа углеводородов основной источник пополнения российской казны. То, что сейчас стоимость барреля потихонечку ползет вверх, это не показатель, поскольку добиться он удалось исключительно за счет снижения объемов добычи. Ну, чтобы было совсем понятно, раньше мы добывали вот столько и продавали вот за столько, сегодня мы добываем вот столько. Даже если мы по прежней цене все это дело продавать будем на выходе, все равно получим вот так. Два года пандемии тоже по экономике шарахнули, именно шарахнули, то границы закрывали. То локдауны вводили, сейчас вот история эта с QR-кодами случилась. Предприятия толком не работают. Некоторые и вовсе из производственного процесса выключились. Вон, АвтоВАЗ в пятницу заявил, что останавливается. АвтоВАЗ сегодняшнего дня приостановил производство на трех сборочных линиях в Тольятти. Сотрудников распустили по домам. Простой связан с перебоями в поставке комплектующих. Про малый и средний бизнес, эти просто на грани уничтожения. А закон о куку кодах их добьет окончательно с 1 ноября. То есть с момента, когда афера с цифровым клеймом стартанула посещаемость торговых центров, кафе, ресторанов, парикмахерских и салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и так далее упала на 70-80%. С начала 2020-го о своем банкротстве в скреп державе объявили, внимание, 400 тысяч предприятий и предпринимателей не вывезли. Про какой бизнес мы все время обсуждаем? Что мы вот это все время какая-то такая мерзотная такая вот эта постанова, что есть какой-то жадный бизнес, который не хочет поступить со своими прибылями в угоду тому, что умирают люди. Где люди будут брать эти деньги? Мы сейчас говорим не про бизнес. Это что это за осознанное переверание? А закредитованность населения? Вот ведь недавно мы с вами обсуждали, что задолженность граждан перед банками только по потребительским кредитам превысила бюджет страны, а это займы. Наперехватиться, ребенка в школу собрать, родственника похоронить, одежду на зиму купить. И вот такие долги превысили годовой бюджет России. Надо понимать, что это невозвратные кредиты, потому что погасить их граждане смогут только одним единственным способом. Посредством перекредитования. Вот вам, пожалуйста, основные тезисы, что лежат на поверхности. А дедушка рассказывает о каком-то росте экономики. Мне хочется задать вопрос, Владимир Владимирович, вы в своем уме вообще, может, вы уже проснетесь наконец? Ну или как вариант, я устал, я ухожу. Какой смысл в главе государства абсолютно, не отражающем существующее положение вещей? Это реальная журналистика. Поехали! А вообще ощущение складывается такое, что Путин и правда уже ничего не решает в нашей стране. Даже за примерами далеко ходить не нужно. Вот ситуация с обязательной вакцинацией. Например, с лета вся страна смеется. Он что, на какой-то там своей волне? Буквально вот несколько дней назад, Владимир Владимирович, Путин еще раз обратил на это внимание. У нас добровольная вакцинация. Конечно же, еще раз хочу подтвердить, и все мы сторонники того, о чем говорил Владимир Владимирович Путин, никакой обязательной вакцинации быть не может. И это правда смешно, потому что президент говорит одно. Халуи в итоге поступают диаметрально противоположно. В очередной раз две недели назад проблеял. Я уже говорил, что не поддерживаю. Я уже говорил, у нас обязательная вакцинация остановится, если она занесена в общенациональный календарь. Но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена. Поэтому в этом смысле она не является обязательной. И опять по схеме Васька слушает доест. Дед высказался, показали уное по ящику, покудахтали пару дней правильности мыслей Головнюка, затем убрали старичка в пыльный чуланчик и усилили меры по принудиловке. В данном случае мы с вами партнеры. Мы вам ничего не навязываем. Мы с вами вместе должны одинаково переживать за наших близких, друзей и за страну в целом. О, а как они все это обставляют, друзья. Наткнулся тут на разъяснение Пескова. Буквально вчера по QR-кодам как раз вот даже зачитают. Кабинет министров прежде всего исходит из того, что отдельные решения принимаются в рамках особых полномочий регионами. Наткнул обращаться в правительство по поводу Госдумы. Но работа в парламенте по этим законопроектам только начинается. Вы чуть-чуть забегаете вперед. Красавчик! Если перевести все это на понятный язык, ребят, мы в Кремле не при делах. Путин тем более спросить у правительства, чего они там в воду мутят. Хотя и правительство тоже в данном случае сбоку припеку. Они же опираются на информацию, поступающую от губернаторов. А депутаты тем более заложники ситуации их нагнули. Теперь вот они, видимо, вынуждены будут принимать непопулярные законы. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-серетарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает, кто ему это поручил. Вывод! Ребята там наверху все белые и пушистые. Кидайтесь камнями в плохих злых губернаторов, которые, ну я так понимаю, в скреп державе, материализуются из воздуха, потом сами себя назначают на должности. Впрочем, и губернатор это не виноват. И по большому счету, ну так получается, поскольку отныне неограниченные полномочия появились еще и у санитарных врачей. Именно они, санврачи, решают жить тебе с QR-кодом или без в обозримом будущем. Хотя это тоже не точно. Региональные Роспотребнадзоры получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор не согласен с рекомендациями по реагированию на пандемию и при этом не представил обоснования. Короче, кто крайний во всем этом замесе, без бутылки, видимо, не разобраться, все ни при чем. Но кто-то гайки все-таки закручивает, может опять кругом враги что-то мутят. Кстати, хочу рассказать одну смешную историю из Московской области. Родители Равенского района начали массово звонить в местную администрацию и требовать предоставить основания, по которым их детей перестали пускать в муниципальные учреждения культуры и спорта без клейма. Сперва чиновники ссылались на какой-то приказ сверху от областного начальства, однако очень скоро выяснилось, что в этом приказе прописана формулировочка рекомендуется спрашивать товарную маркировку всего лишь. Рекомендуется, слава богу, справедливость восторжествовала, но мы же понимаем, что это лишь единичный случай. И восторжествовала та справедливость пока, а очень скоро беззаконие обретет массовый характер, и тогда все как обычно. А возвращаясь к теме выпуска, это не хайповый заголовок совершенно. Мне кажется, многим уже очевидно, что наш великий Курмчий не просто собирается уйти, он уже устал и ушел. Забил болт на все, что творится в стране, и играет в бункере в ракеты и танчики из папье-маши, и каждый из его вассалов точно так же сидится и песочница, делает то, что ему хочется. Законы не работают, никто ни за что не отвечает, пилим бабки. Если честно, наши политические элиты уже сборную России по футболу напоминают, в которой ни одно чучело. Футбол играть не умеет, но деньги при этом получают аховые. Ага, а народ наш, это такой аналог футбольных болельщиков, но которые за пять минут до окончания матча при счете 0-10, в пользу противников, естественно, все-таки свято верят. Сейчас, сейчас, ребята наши соберутся, и как отыграются, дурду. Ладно, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на наш канал, проверяйте подписку, случается, что солетает. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока.